В субботу, 22 апреля, эксперты ОНФ проехались по Рязанским дорогам, чтобы оценить их состояние. Внимание активистов привлекло грубое нарушение на улице Циолковского. На остановке общественного транспорта они обнаружили заасфальтированный люк. По словам эксперта, халатность дорожников может сыграть с водителями злую шутку. Из-за того, что асфальт накладывался рабочими на металл, вокруг люка покрытие сильно разрушилось. Владимир Луканцов, начальник управления благоустройства города, заявил, что информация о дорожном нарушении уже поступала в администрацию города. По его словам, дорогу приведут в надлежащее состояние уже на следующей неделе. Наша задача сейчас привести это все в нормативное надлежащее состояние, разобраться с той организацией, которая выполняла работу, и, исходя из действующих правил благоустройства города, предъявить им соответствующие претензии для того, чтобы виновные лица были находены. Следующей остановкой активистов ОНФ стала Куйбышевское шоссе, лидер по числу обращений. Из-за ремонтов теплотрассы асфальтовое покрытие постоянно разрушается. Заместитель главы администрации Ольга Свинцова заявила, что в этом году планируется вынос теплотрассы из-под дорожного покрытия и капитальный ремонт дороги. Сам проект «Карта убитых дорог» нацелен на то, чтобы ремонтировать асфальтовое покрытие в соответствии с желаниями обычных жителей. Любой человек может отметить точку на карте города и приложить фотографии. И чем больше жителей проголосует за это место, тем больше шансов, что участок дороги отремонтируют. Чиновники все же уделяют внимание этому антирейтингу. Стараются включать наиболее проблемные дороги с «Карта убитых дорог» уже в планы ремонта. Ну, хотя планы ремонта на 2017 год уже расписаны, все равно стараются все-таки этот график пододвигать и включать наиболее проблемные дороги, которые нужно ремонтировать, по мнению граждан. Проект «Карта убитых дорог» – это основной проект, с которым мы работаем, помимо обращения граждан, для составления планов и ямочного ремонта, и для составления планов капитального ремонта уличной дорожной сети. Ремонт дорожного покрытия планируется также на вокзальной улице и на дороге между Новоселками и Карцево. И пока активисты Дорожной инспекции ОНФ продолжают патрулировать улицы городов России, они призывают рязанцев активно проявлять гражданскую позицию и наносить на карту убитых дорог появляющиеся нарушения.